Добрый день, дорогие мои вязалочки! Добрый день, все позитивные зрители! Кто заходит ко мне за интересной информацией, за новыми схемами вязания, за интересными узорами, кто просто хочет чему-то новому научиться. Итак, сегодня мы продолжаем нашу тему, злободневную для многих тему, это тема росток. Мы с вами уже рассмотрели росток в круглой кокетке, рассмотрели варианты, мы рассмотрели, как вяжется росток в изделии реглан сверху. И сегодня я хочу показать вам, как вывязывается росток в изделии, которое вяжется по типу реглан погон. Так вот, в таком варианте, где мы вяжем реглан погон, у нас тоже может быть стандартный росточек, без всякого углубления, который нам пригодится для джемперочков более закрытых, для свитеров. И такой стандартный расчет, девочки, я на нем не буду останавливаться, потому что я его делала уже в моем джемпере, в осеннем джемпере. Можно перейти по ссылочке и посмотреть. Принцип такой, что мы делаем наши укороченные ряды два раза по спиночке и три раза, захватывая переднюю полочку нашего изделия. Дальше у нас есть вариант углубленного такого росточка, то есть, вернее, с углубленной горловиной изделия реглан погон и изделие по типу лодочка, то есть, такой расширенный, расширенная горловина по обе стороны, по плечам. Итак, первое дело, давайте все-таки немножко еще вспомним, как и что распределяется в реглан погон и как строится сама схема нашего изделия. Итак, девочки, если у нас есть определенное количество петель в горловине, мы должны распределить петельки, естественно, на перед, спинку и на вот эти погончики. Как я вам и говорила, погон вы можете брать в зависимости, вот здесь, количество петель, то есть, ширину погона. Вы можете брать в зависимости от того, есть у вас там узор, либо нет. То есть, это может колебаться от одного, ну, я не знаю, у многих может быть до 10-12 петель. От одной до 12 петелек. Причем, если вы берете большее количество петель, чем один, и вяжете здесь какой-то интересный узор в погоне, то, естественно, прибавочки вы должны делать после узора и до узора. Так вот, за время, пока вы провязываете этот погон, вам нужно сделать еще и так называемый росточек с укороченными рядами. Как мы делаем такой росток? Я сделала уже для вас образец по такой углубленной горловине, где я брала в расчет петельки одинаковое количество петель по переду и по спинке. Допустим, я возьму по... Я говорю, допустим, опять же, девочки, вы будете измерять по своей плотности. Я вам говорю пример. Вот здесь у меня по 40 было петелек. По 40 петель. И я сделала, я сделала в моем образце, я сделала в моем образце небольшую дорожечку, вот такую дорожечку, из трех петелек, которые я выделила именно на погончик. Именно на погон. Разделила на перед и на спинку. И в итоге, когда я вывязала свой росточек, когда я вывязала росток, у меня получается вот такая более глубокая горловина. Вот такая более глубокая горловина. Но вот такие горловины, девочки, я хочу вам сказать и пояснить. Если вы делаете только росток, только росток, и не делаете скос плеча, то по задней части вашего изделия вот эта планочка, она не будет идти такой немножечко тоже углубленной. Она будет идти, если вы положите вот так ваше изделие на плечи, эта планочка у вас будет идти стандартно, почти ровно, почти ровно. Хотя у вас по переду и будет хорошее углубление. Для того, чтобы было немножко углубление по спинке, есть другой вариант. Вариант с вывязыванием укороченными рядами сначала плечей, а затем уже укороченные ряды по вашему реглану. Итак, давайте рассмотрим первый вот этот вариант, который делают многие. Итак, как всегда, давайте начнем немножечко с теории. Вот у меня схемка горловины и отделены петельки на погоны, справа и слева. Для себя вот в этом образце я решила сделать погончик в три петельки. Три петельки и здесь тоже три петли. Изначально на образец я набрала 80 петель. Еще раз повторяю, девочки, это образец, это нестандартное число. Вы себе сами считайте, сколько вам нужно петель. Итак, у меня есть 80 петель, по три я разделила. То есть от 80 отняла 6 петелек. И у меня остается на все это 74 петельки. 74 петли это по 37 петель, 37 петель на каждую сторону, на перед и на спиночку. Итак, мы с вами уже определили, что высота ростка, в принципе, у каждого разная. Для меня, я уже вам говорила в первых моих видео, высота ростка я возьму 5 сантиметров. 5 сантиметров. 5 сантиметров это у меня по плотности вязания 12 рядов. То есть вот здесь мне нужно добавить 12 рядов по спиночке. 12 рядов это 6 раз мне нужно сделать разворот. В более простом варианте я вам показывала, что я делала 2 разворота. Вот здесь 1, 2. И дальше делала 3 по переду. Есть это видео, у меня вы можете посмотреть. Сейчас я вам покажу немножко другой вариант. Вариант, когда горловинка вот здесь, вы видите, углубляется немножечко от погона, немножечко побольше, вот так побольше. И, в принципе, если мы присоберем, то глубина горловины будет вот так у нас выглядеть. Итак, как в этом случае мы делаем углубление горловины и как мы вяжем вот эти наши укороченные ряды. Я для себя, я для себя решила, что я эти 6 раз, вот эти 6 моих разворотов, сделаю только по передней части. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно так же и с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И какая-то часть, вот эта часть у меня будет не провязываться. Я ее не буду провязывать. Теперь мне нужно высчитать. Если я хочу горловинку так покруглее, значит, вот эта часть, вот эта часть должна иметь меньше петель. Если я хочу горловинку чуть-чуть по закрытии, естественно, эта часть должна иметь петелек побольше. Так вот, для себя берем, я высчитывала по 2 петельки, 2, 2, 2 петельки и дальше идет 3, 3 и 3. То есть 9 петелек и 6 у меня в принципе 15 петель. И здесь 15 петель. На развороты я себе беру 15 петель. 15 петель и 15, это у меня 30, здесь у меня 7, значит, 37, значит, у меня остается 7 петель, которые я не провязываю до горловины. То есть в конечном итоге я буду разворачиваться и разворачиваться, и эти 7 петель я не буду прихватывать. Итак, мы разобрались. Теперь, как начинать и как нам делать наши прибавочки? В этом случае я начинаю и делаю мое начало, я вам сказала, вот здесь сразу после, вот здесь сразу после моего погончика. И отсюда я начинаю по кругу вправо и влево делать мои повороты. Значит, здесь у меня есть точка, вот эта точка, где у меня должен стоять маркер, и от нее я начинаю мою работу. Итак, когда я иду первый мой ряд, я делаю одну прибавочку, вот эту прибавочку, и иду дальше мой первый ряд. На эту сторону делаю прибавочку, провязываю 3 петли, еще одну прибавочку и прихватываю вот здесь 2 петельки. То же самое, 2 петельки, это мой первый ряд. Отсюда начинается, здесь заканчивается. Поворачиваю, вяжу изнаночный ряд, возвращаюсь, возвращаюсь уже сюда, это у меня второй ряд будет. Делаю прибавку, прибавку, опять иду сюда, делаю прибавку, во втором ряду делаю прибавку и прихватываю вот здесь мои 2 петельки. То есть, что получается, вот этой петельки, как таковой, вот этой прибавочной петельки, у меня пока нет, я ее убираю отсюда. То есть, после этих разворотов, у меня здесь будет 2 петельки добавлено, здесь 2, здесь 2, а здесь только одна. Ничего страшного, мы ее потом добавим. Возвращаемся дальше, идем следующий, третий ряд. Вот здесь у нас идет уже третий ряд. Опять прибавка, прибавка, третья прибавка, прибавка и прихватываем следующие 2 петельки. Возвращаемся. Вы понимаете принцип? Возвращаемся, снова петелька, снова петелька, прихватываем здесь 2 петельки. Отсюда же возвращаемся, идем дальше. И так мы делаем, и так мы делаем до тех пор, пока мы с вами вот здесь не окажемся в последнем ряду, в последнем ряду и не сделаем последнюю прибавку. Отсюда мы пойдем и будем делать последнюю прибавку. Сколько у нас, в принципе, здесь получится прибавок? Тоже очень легко посчитать, девочки. Если мы с вами разворачиваемся 6 раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз в лицевом и в изнаночном ряду, то есть, вот этих прибавленных петелек у нас должно быть 12 петель, вот этих. И здесь 12 петель. И когда мы возвращаемся в последний ряд, у нас здесь тоже получается 12 петель. И, вот здесь 12 петель. И когда мы возвращаемся сюда, у нас с вами, в принципе, получается 11 петель, если мы доходим до сюда, до последнего нашего разворота. 11 петель. И тогда мы с вами, возвращаясь на вот это наше место, вот здесь у погонщика, вот здесь мы должны вернуться на начало ряда. Мы возвращаемся на начало ряда и мы с вами добавляем вот эту последнюю прибавочку. То есть, везде у нас будет 12, 12, 12. И здесь в итоге у нас тоже с вами будет 12 петелек. И мы возвращаемся сюда, на начало нашего ряда, сюда. И начинаем вязать все уже в круговую, делая прибавки в каждом ряду. В каждом ряду. Если здесь мы делали, как бы у нас считался лицевой ряд и изнаночный, мы делали прибавку, здесь уже каждый ряд мы будем делать прибавку. Будь он лицевой, будь он изнаночный. И так мы вяжем до тех пор, пока вот этот наш погонщик с вами, вот этот наш погонщик с вами, не будет длиной до нашей, так сказать, впадины на плече. Если я вам говорила, что плечо у нас идет немножко вот так и немножечко поднимается, как бы перед тем, как перейти в руку. Так вот до этого места, вот до этого места, как мы идем от нашей резиночки, у нас и должна быть длина нашего погонщика. Длина погонщика, ну в принципе, она не может быть, если и хорошо вяжется изделие, она не может быть ни 12, ни 14 сантиметров. Потому что это уже будет не то, что оверсайз, а это будет изделие уже не вашего абсолютно размера. Потому что отсюда вы должны идти уже на ширину вашего переда. На ширину вашего переда. И если вы сделаете спуск здесь, во-первых, у вас не будет хорошо лежать рукав, он будет спускаться не в той точке, где надо. И во-вторых, у вас будет очень широкое по ширине изделие. Так что за этим следите. Когда вы, значит, все провязали, еще раз проверьте, поскольку петель у вас с каждого края, чтобы все было четко и все сочеталось. И когда вы все вот это провяжете, провяжете ваш росточек и провяжете еще несколько сантиметров, буквально 3-4 сантиметра может быть. И у вас будет изделие готово для того, чтобы разделять, значит, на рукава, перед и спинка. И здесь уже вывязываются рукава, как я вам и давала в моем мастер-классе по моему джемперу реглан-погон. Итак, этот первый вариант я вам показала и закончила. И перехожу ко второму варианту, где мы будем вязать уже не такую, как сказать, вот такую прям круглую горловинку, да? А горловинка будет вот такого стиля. Она будет чуть-чуть вытянута за счет того, что мы здесь будем делать небольшие такие махинации. Переходим ко второму варианту. Ну, а теперь давайте перейдем еще к одному варианту, как делать росток в изделиях погон. И причем этот вариант очень хорошо подойдет для легких джемперочков, для кофточек, для более открытых изделий. Чем он лучше? Да тем, что здесь мы, в принципе, девочки, делаем ту же структуру, которую мы делаем в изделиях с вточным рукавом. То есть я вам приблизительно, опять же, начерчу вот такую схемку изделия, допустим, с вточным рукавом, где у нас есть горловина и задняя часть, она идет вот так немножечко-немножечко лодочкой. За счет чего все это происходит? Да, за счет того, что здесь у нас еще, девочки, есть скос плеча, который мы делаем укороченными рядами. Многие думают, что в реглан погон это сделать невозможно и используют только вот такие варианты. Но такой вариант со скосом плеча возможен и в изделиях реглан погон. В чем это заключается? Это заключается в том, что сначала вы изначально поднимаете немножко плечо укороченными рядами, а затем недостающие ряды довязываете в росточек, прихватывая петли спереда. И тогда у вас получается вот такая именно структура. Как же мы делаем в этом случае? Во-первых, нам нужно вывязать нашу резиночку и сделать нашу горловину. Для этого мы, естественно, рассчитываем количество петель. Каждый рассчитывает по-своему на свою ширину горловины. Чуть плотнее, чуть более свободно. Это уже ваше решение, но в принципе я количество петель, как я рассчитываю. Я беру окружность головы, отнимаю 10% от этой окружности и затем умножаю на плотность вязания. Если, к примеру, у меня окружность головы 56, минус 10% это 5,6, 5,6 и умножить на плотность вязания. Давайте возьмем высоту плотности вязания, к примеру, 1,8 или 2. Это уже ваше решение. И приблизительно, если я от 56, приблизительно отниму 6, это 50 и умножу 50, опять же, это все приблизительно, умножу на 1,8, у меня будет 90 петель. Моя горловина. Ну, вы считайте по-своему, как вам удобно. Для образца я, естественно, взяла образец поменьше. Я взяла 80 петель. 80 петелек. И, если здесь я вязала резиночку 1 на 1, то во втором образце мы будем вязать резиночку 2 на 2. И сразу один вот такой шаг резиночки, 2 лицевые петельки, я буду откладывать себе на мой погончик. То есть, в этом варианте я возьму 2 петельки и 2 петельки. Итак, от 80 мы отнимаем 2, у нас остается 76 петель на 2 половинки. 76 это 38 петель и еще раз 38 петель. Теперь, в чем заключается этот способ вязания с поднятием наших плечей, то есть с плечевым скосом? Нам нужно будет провязать несколько рядов по плечам, а затем провязать в круговую еще несколько рядочков нашего ростка. Если мы с вами определились, вы себе тоже посчитайте, сколько у вас должен быть росточек. Мы с вами определились, что росток это 12 у нас рядов, то есть 6 раз нам нужно развернуться. 6 раз нам нужно развернуться. Мы делаем всю ту же самую схемку, всю ту же самую схемку. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Четвертый ряд, пятый и шестой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 разворотов. То же самое здесь. 1 разворот, 2 разворота, 3, 4, 5 и 6. Все, в первом варианте мы сразу начинали отсюда вязать и по кругу делали все укороченными рядами и у нас получилась вот такая интересная горловина. Теперь мы будем делать немножко по-другому. Я отделю первые 3 разворота, отделю на плечи и следующие 3 на полное круговое вязание. То есть, что значит на плечи? Я здесь после моего погона тоже буду должна развернуться 3 раза. 1, 2, 3. Вот эти 3. Это у меня будет разворот по плечу. И дальше уже разворот полностью по всей моей ширине. Итак, для того, чтобы развернуться по плечу, я возьму немножечко поменьше петель. Поменьше петель для чего? Для того, чтобы подъемчик был у меня повыше. Нет такой пологии. Я возьму 1 петельку, 1, 2 петельки, 2, 3 и 3. И здесь то же самое. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Всем все это понятно. Теперь мы переходим сюда. Если мы здесь берем 1, здесь я тоже беру 1, 1 и 2. Здесь то же самое. 1 петелька, 1 и 2. Все, мы с вами распределили петли. Теперь мы начинаем наше вязание. Как мы разворачиваем и как мы начинаем наше вязание. Если в стандартном, вот в таком, мы начинали вязание отсюда и шли по кругу, возвращались, опять возвращались, то здесь я начну вязание вот здесь, с этой моей первой петельки. Вот с этой петельки начну. Отсюда я буду выходить, отсюда я буду выходить и идти на мой погончик. Итак, я иду первый мой ряд, делаю мою первую прибавку перед погоном после петельки и после погона. Прихватываю мою петельку, одну, возвращаюсь и делаю дальше одну петельку и одну. И уже возвращаюсь дальше к следующему моему развороту в одну петлю. Разворачиваю здесь, это у меня уже было 1-2, это у меня будет третий разворот. Разворачиваюсь сюда, к первой петельке, разворачиваюсь сюда и опять же уже иду ко второй петельке. В каждом ряду и лицевом, и изнаночном я делаю прибавочку. Итак, развернулась, 1-2, отсюда развернулась и иду к следующему моему ряду. Вот к этому, к следующему ряду иду. Когда я разворачиваюсь уже в моей третьей петельке, разворачиваюсь здесь, разворачиваюсь здесь, дохожу до этой петельки, я уже больше не делаю мои повороты, а я уже начинаю идти, девочки, вот сюда, к моим следующим петелькам. То есть я провязываю еще прибавочку, еще прибавочку и прихватываю одну петельку. Развернулась, опять же, делаю прибавочку, делаю прибавочку и прихватываю следующую мою петельку. Опять же разворачиваюсь сюда, прихватываю следующую мою петельку. И так, девочки, я делаю до тех пор, пока здесь я то же самое не свяжу, вот так, не свяжу, здесь прихватывая и выходя сюда и возвращаясь еще раз. Возвращаясь еще раз, пока я не прихвачу все мои запланированные вот эти три разворота по плечу. Теперь я могу уже с этой точки, вот с этой точки, начинать делать мои развороты полностью, полностью захватывая и перед, и делая разворот вправо, влево, чтобы сделать вот здесь мой недостающий росточек. То есть я начинаю идти сюда, делаю прибавочка, прибавочка, здесь дохожу, опять делаю прибавочка, прибавочка и уже прихватываю вот эти следующие мои петли. Петли, следующие петли, возвращаюсь и так делаю до тех пор, пока я не сделаю полностью все вот эти мои развороты. Итак, чтобы посчитать, в принципе, у нас здесь 6 и 4, 12 петелек на развороты и здесь 12 в общей сложности, 24, то есть на саму нашу лодочку у нас остается с вами 14 петелек. Вот это то, что я вам говорила, девочки, здесь уже горловина будет вот немножечко такой, с погончиком, немножечко-немножечко такой вытянутой. Если вы не хотите такую вытянутую, значит вы можете еще добавить один раз, допустим, еще один раз или пару раз по разворотику по 3 петельки. И тогда у вас чуть-чуть поднимется спинка. Но если вы делаете открытое изделие, в принципе, вот этого вам уже будет достаточно. Ну а сейчас, девочки, я покажу вам практически, как все это делается и мы с вами просто провяжем вот такой образец. Итак, согласно моим распределениям, я отделила 2 петельки, отделила 38 спиночки, еще раз 2 петельки на мой погончик, дальше я отделила 12 петель, которые я должна буду развернуть, и с этой стороны 12 петель. То есть у меня остается 14 петель, вот эти 14 петель, которые я трогать не буду. Итак, мы с вами договорились, что ряд мы начинаем вот с этой, с этой петельки, которая первая петелька перед нашим погоном. И начинаем наше вязание, начинаем вязать все лицевыми петельками. Мы должны ее провязать, провязали, и теперь делать первые прибавки перед нашим погоном. Я беру из протяжки, и в перекрещенной лицевой добавляю одну петельку. Добавила, перекинула маркер, 2 лицевые нашего погона вяжу нормально. Провязала, перекинула маркер, опять же набрасываю, и из протяжки перекрещенной лицевой делаю одну, и забираю еще одну петельку. Все, вот до сюда я отошла. Теперь мне нужно развернуться, сделать прибавку, погончик-прибавку, и прийти уже к следующей моей петельке. Я разворачиваюсь, ничего не накидываю, ничего не обвязываю, как многие делают. Я вам уже показывала этот способ. Я просто беру, девочки, и немножечко отодвигаю вот эту петельку, немножко отодвигаю назад, и у меня получается вот такая небольшая, смотрите, птичка. Видите? Вот эту птичку я и подхватываю, вот так эту птичку я подхватываю, переношу на мою вторую спицу. Вяжу изнаночную петельку. Теперь мне нужно снова сделать еще одну прибавочку. Значит, из вот этой моей, вот этой образовавшейся протяжечки, я должна сделать уже изнаночную петельку. Опять же, перекрещиваю и провязываю мою изнаночную петлю. Аккуратно, аккуратно все это делаю. Все, провязала. Перебрасываю мой маркер, провязываю две изнаночные петельки моего погона. Перебрасываю маркер и еще раз мне нужно провязать изнаночную петельку. Перекрещиваю и делаю еще одну изнаночную петельку. Аккуратно, аккуратно, вот так провязала изнаночную. Ту петельку, которую я набросила, провязываю. Я провязываю еще одну, которая у меня не была. И следующую лицевую провязала и возвращаюсь к следующему ряду. То есть я нахожусь уже, вот здесь я провязала эту точечку, теперь мне нужно возвращаться к следующему ряду. Как я делаю? Опять же, я ничего не перекручиваю. Эту мою петельку я просто вот так продвигаю вперед тоже такой же птичкой. Вот, смотрите, вот она, моя птичечка. И иду вязать дальше. Следующая петелька, еще одна петелька, еще одна. И опять же, мне нужно из протяжечки еще раз добавить перекрещенную мою лицевую петельку. Я ее не добавляю. Добавила и вяжу дальше две петельки моего погончика. У вас может быть 3, 4, 5, 6, сколько у вас там петель в погоне. Дальше, опять же, тоже самое перекрещенной петелькой добавляю еще одну. Провязываю следующую петельку. Еще одну петельку. И вот там, где мы с вами разворачивались, девочки, у нас вот эта птичка. Вот эта птичка. Я ее подхватываю вот так, таким образом подхватываю. Завожу иголочку и из этой птичечки провязываю мою петельку. Вот, из этой птички я провязала мою лицевую петельку. Вот так у меня получается. Теперь мне нужно подхватить еще одну лицевую. Я подхватываю еще одну лицевую и разворачиваюсь. Опять же, подтягиваю немножко петельку. Птичечкой вот так снимаю. Провязываю одна изнаночная. Две, две, три, гремят маркеры, но ничего страшного. Четыре. Опять же, из протяжки мне нужно провязать еще одну изнаночную петельку. Провязала. Перекинула мои маркеры и провязываю еще две. Одна петелька и вторая. Опять же, перекинула мой маркер. Еще раз. Не забывайте, в каждом лицевом, в каждом изнаночном ряду, вам нужно добавлять ваши петельки. Обязательно провязываю еще одну изнаночную петельку. Аккуратненько провязала. Дальше иду еще одну изнаночную. До той петельки, которая у нас с вами вот этой галочкой птичечкой. Вот она, наша изнаночная петелька. Я провязываю изнаночной вот так сзади, подхватывая обе мои галочки. Провязываю изнаночной петелькой. И провязываю еще уже две изнаночные мои. Две изнаночные и разворачиваюсь. То есть, я сейчас буду возвращаться вот сюда, в эту мою точечку. Здесь я еще раз провяжу и уже должна буду идти по кругу. Опять же, я перетягиваю вот так мою птичку. И иду, прибавочки делаю. Иду с той стороны к первым, ко вторым моим двум петелькам. Провязываю здесь, 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 еще одна. Делаю перекрещенную лицевую обязательно. Чтобы не было таких дырочек. Если хотите дырочки, то делайте просто из протяжки петельку. Тоже будет очень красиво. Две. Делаю скрещенную мою лицевую. Провязываю еще лицевую. И иду дальше. Теперь мне уже возвращаться, девочки, не надо. Я дохожу до моей вот этой петельки, которую я делала птичкой. И завожу сюда в обе петельки мою спицу и провязываю лицевой. И дальше иду лицевыми петельками. Я нахожусь уже вот здесь. Я иду лицевыми петельками до следующего моего ряда. Я прибавляю возле погона одну, после погона одну. И делаю точно так же развороты по второму плечу. Когда я сделаю это, я вернусь к вам. Итак, я провязала и второе плечо и нахожусь сейчас вот в этой точечке. Мне нужно вернуться, сделать по одной прибавке. И дальше я уже, вот после этих прибавок, я уже иду в другую сторону с прибавочками. И возвращаюсь вот к этим моим петелькам. Вот к этим моим петелькам возвращаюсь. И начинаю по кругу делать такие же самые развороты, как я делала в первом моем варианте. То есть, дальше мне нужно провязать просто углубление, вот это углубление по переду. И сделать небольшой росточек по спинке. Не останавливаясь уже, не разворачиваясь по плечам, а разворачиваясь по полному кругу. И делая прибавочки в каждом и лицевом, и изнаночном ряду. Когда я все это провяжу, я вернусь к вам и покажу, что у меня получается. Ну вот и все, дорогие мои девчонки. И я закончила мое вязание, я закончила росточек вот в таком стиле, где у нас идет реглан погон и горловина немножко лодочкой. Вы видите, какое отличие у нас здесь от той горловины, которую мы вязали в первом варианте. Я вам покажу сейчас одну и вторую. И вот вторая горловина. В принципе, здесь, сами видите, что углубление идет более наперед, более круглая горловина. А в этом случае, где мы с вами вывязывали еще и скос плеча, посмотрите, что у нас получается. Я считаю, что вот такая модель очень красиво подойдет для более открытых джемперочков, кофточек, полуверов. А вот такая модель, более плотная, более закрытая, более с горловиной, ну, такой, скажем, подгорлышко, подойдет больше все-таки для более теплых изделий, где вы хотите связать закрытый джемперок, либо же свитерочек с такой высокой горловиной. Но, смотря вот на два этих варианта, вы сами себе выберите, какой вам понравится больше. Но я считаю, что на более крупные размеры, если мы берем L, например, XL, 2XL, то, конечно, желательно и рекомендовано делать и вот такой скос плеча, чтобы у вас все хорошо распределялось. Если хотите росточек еще повыше, я вам говорила, здесь можно взять не по три петельки, а также распределить две петельки вместо трех и еще раз добавить два или три раза по две петельки и сделать вот такой разворот. И, в принципе, когда вы вот все это сделаете, еще можете увеличить ваш росточек, то вы, в принципе, вот так по вашей длине и почти-почти дойдете до той мерки, когда вам нужно все будет разделить на вывязывание рукавов, на спинку и на перед, и продолжить ваше вязание уже красиво-красиво вниз. Еще один вариант, чтобы вы не спутались и не сбились. Сколько же петелек вот здесь вы прибавили слева и справа, с одной стороны и с другой, когда вы вернулись вот в эту нашу точечку, вот сейчас я нахожусь после всего-всего вот в этой моей точке. Вот она. Я нахожусь здесь. То есть я сделала уже все вот здесь прибавочки и еще прибавочки. Сколько прибавок и как проверить? Девочки, смотрите, у нас здесь с вами идет один, два, три разворота по плечу. Три разворота, то есть это шесть рядов. Шесть рядов плечо. Шесть рядов, то есть у вас здесь должно быть прибавлено уже шесть петелек. Вот в этом плюс шесть. И здесь то же самое. Плюс, потом плюс шесть. Плюс шесть по плечу. И здесь тоже плюс шесть. Дальше вы делаете три разворота полностью. Три разворота полных. Опять же шесть рядов. Значит, шесть рядов по кругу. То есть вы к этим шести прибавочкам добавляете еще шесть прибавок по круговому вязанию. Итого у вас с каждой стороны погона, девчонки, должно быть прибавлено по 12 петель. 12, 12, 12, 12. Если вы делаете другое количество разворотов, опять же количество разворотов по рядам, смотрите и себе рассчитывайте. Как потом посчитать, правильно ли я сделала. Ну вот смотрите, как, например, считаю я. Если я начинала мое вязание, вот это у меня идет погон. Здесь у меня отделялось две лицевые и две изнаночные. Вот они мои две лицевые и две бывшие мои изнаночные. От них я должна считать петельки до теперешнего моего погона. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И начинается погон. Значит, с этой стороны все прибавления я сделала правильно. Точно так же посчитайте со второй стороны и со следующего края. Если вы убедили, что у вас четко и конкретно все прибавочки хорошо сделаны, нигде вы ошибочки не сделали, дальше вы от этой точки, вот от этой точки, начинаете вязать свое круговое вязание еще, ну, буквально совсем немножко после скоса плеча. Потому что не забывайте, что у нас до вот такой впадинки должен доходить наш погончик. Не дальше и не падать с плеча. Если у нас идет здесь вот, допустим, шея, да, идет вот так немножечко впадинка и немножко плечо, значит, вот до этой точки у нас должен быть погон. Погон, ну, не может быть погон, как, допустим, плечо, двенадцать, тринадцать сантиметров. То есть он упадет уже отсюда, с плеча, и дальше, когда вы будете вязать, уже у вас будет необъемное какое-то изделие. Ну вот, на этом на сегодня такое тоже нудное-нудное видео. Но я считаю, девочки, что очень нужное всем нам видео и подходит к концу. Все вот эти мои расчеты, которые я вам дала, и этот расчет, и этот, опять же, я присоединяю вот к этой большой-большой папке расчетов, которые я вам давала ранее, откладываю в сторону большую-большую такую кипу наших расчетов. Но, опять же, повторяю, девочки, это нам все очень-очень нужно и важно. И уже переходя дальше к нашему основному такому вот этому рисунку, к нашей схеме, мы можем вздохнуть облегченно. У вас есть стандартный такой высокий-высокий росточек, который я давала вам в одном из моих видео, ссылочка есть. Я вам дала углубленную горловину, и я показала вам, как вязать вот такой интересный росток, провязывать и скос плеча, чтобы лодочкой был ваш вот этот росточек. То есть, вот это мероприятие с нашим реглан-погоном мы с вами тоже закончились. И у нас осталась еще одна интересная вещь. Азиатский росток. Азиатский росток есть стандартный и есть расширенный. И к нему я еще обещала вам добавить пару таких интересных вариантов, пару вариантов, которые я иногда тоже использую вместо азиатского ростка. Так что оставайтесь со мной, следите за новыми видео и всем вам легких-легких петелек и приятного вязания. С вами была Светлана. Всем пока-пока!